Дома и господа, для меня огромная честь и удовольствие быть сегодня с вами и рассуждать на тему того, как цифровое сельское хозяйство может помочь отечественным сельхозпроизводителям. Это примерно в том же русле тема называется, о чем Дмитрий рассуждал об удобрениях. Но я бы хотел рассуждать более широкую перспективу, придать этому диалогу, начать рассуждение о цингенте, как поставщика СЗР и семян, и заканчивая всей цепочкой создания конечного продукта в сельхозотрасли. И конечно же в конце я скажу несколько слов о клиентах, о сельхозпроизводителях, как ключевом элементе этой цепочки. Когда я начинал свою работу в отрасли СЗР примерно 30 лет назад, то инновации заключались в высокочувствительном, высокопродуктивном скрининге действующих веществ. И примерно 15 лет уходило на то, чтобы обнаружить, найти действующее вещество и вывести его на рынок. И сегодня процесс вывода на рынок нового препарата занимает меньше времени, от 7 до 10 лет. И технология, которая сейчас в основном применяется, пришла на смену высокотехнологичному скринингу, это фактически компьютерный дизайн. Собственно, наши химики и наши биологи работают совместно для того, чтобы понять структуру, как выглядит, например, паразит, и затем создать такую же структуру действующего вещества, чтобы с этим паразитом бороться. Ну, естественно, эти технологии могут применяться во всем мире, они масштабируемы во всем мире, из-за того, что затраты на подобные исследования очень высоки. В прошлом, в прошлом году, в последнее время, что, когда вы получили продукцию, вы не получили, потому что у него были какие-то инвирионные проблемы, и это бы вам стоило 250 миллионов долларов в инвесторе, без зарплаты. Конечно, в былые времена, когда процесс вывода действующего вещества занимал до 15 лет, случалось, что нужно было вложить 250 миллионов долларов, получить действующее вещество, и при этом оно не было бы зарегистрировано, потому что оно не внесло в себе определенные риски и опасности для окружающей среды. Таким образом, компания вкладывала деньги, но не получала возврат инвестиций, она их теряла фактически. Одно из ключевых вещей, которое мы можем узнать, когда мы используем диджитальные инструменты, это действительно диджитально моделировать инвирионный профиль продукта, пока он достигнет до момента, в котором мы получили 250 миллионов долларов. Сейчас же преимущество новой технологии заключается в том, что можно создать вот этот экологический профиль нового действующего вещества, оценить его в полной мере вообще еще до момента принятия решения об инвестировании в создании молекулы, и, конечно, это является очень большой страховкой от возможных рисков. И в семянах мы проводим тысячи и тысячи испытаний гибридов кукурузы, подсолнечника, сои во всех странах мира. И в настоящий момент мы обладаем всеми возможностями для того, чтобы консолидировать эту информацию, полученную из разных стран мира, и понять в полной мере, что же является решающим фактором для повышения урожайности или для повышения уровня белка, глютена, если мы говорим о пшенице. И, конечно, это решает двуеденную задачу. Во-первых, мы с большей точностью разрабатываем продукт, который вводим на рынок, и, во-вторых, сельхозпроизводители получают от этого продукта немедленный эффект. У него не занимает 2-3 лет для того, чтобы научиться его применять, этот продукт. И я думаю, что сейчас одна из технических технологий. Но также позволила и более мелким игрокам иметь доступ к этим данным и предлагать решения, в том числе вашей компании. Я думаю, что это будет хорошо, да? Приглашаю всех желающих принять участие в мероприятиях. Перфектно. Я отвечу на эту вопрос. Что мы можем сделать, что мы можем привести? Я думаю, что системы, процессы, которые позволят фармерам использовать материалы, которые мы приводим, очень эффективно начинаются. Что мы можем привнести, это системы и процессы, которые позволят сельхозпроизводителю более эффективно применять продукты и технологии. Это для начала то, что мы можем привнести. В этом году мы протестировали 5 фермы, системы управления хозяйством и спутниковых систем. И мы проводили испытания на 150 тысяч гектаров пашни, и мы поняли, во-первых, что некоторые из них не работают, они не подходят для российских условий. А другие системы и решения, которые разработаны в России, работают идеально. Чтобы вернуться к вопросу о размерах фармеров, это очень важный момент, потому что мы делали много исследований маркетинговых маркетинговых и других исследований. Мы пришли к поводу о том, что сельхозпроизводители, которые обладают разными размерами пашни, нуждаются в совершенно разных инструментах. И, например, мы выяснили, что агрохолдингам не стоит предлагать какие-то универсальные решения. Им нужны решения, разработанные для конкретного агрохолдинга, для решения существующих проблем. При этом это решение должно работать не только в поле, но и, в принципе, должно связывать агрохолдинг со всей цепочкой движения продуктов этого хозяйства. Хозяйства с размером пашни, там, 70 тысяч гектаров, они в основном нуждаются в телеметрических решениях. Они хотят знать, где в настоящий момент находятся тракторы и комбайн, сколько топлива они используют, при этом эти решения уже доступны, они могут их использовать. Ну а совсем мелкие сельхозпроизводители, конечно, они сейчас находятся на том этапе, когда им нужно перейти фактически от книжного, да, письменного учета к неким, хотя бы, ну, там, не знаю, экселевским электронным формам ведения отчетности. И вот в этом году мы тестировали в том числе нашу глобальную сельхозпроизводительскую систему, мы поняли, что она не так хороша, как те системы, которые уже существуют, разработаны в России. И, ну, я должен сказать, что одна из систем, которую мы тестируем, я уверен, что она поможет повысить продуктивность сельхозпроизводителей и нашу продуктивность, и мы в следующем году, я уверен, мы ее сможем использовать, внедрить на 2,5 миллиона гектарах пашни. Эта система позволяет сельхозпроизводителям увидеть такую проблему в поле, которую без этой системы они бы даже никогда не подумали и не увидели. То есть фактически эта система, она включает в себя 2 элемента, это спутниковые снимки, аэроснимки и плюс скаутинг, то есть выезд нашего научно-технического эксперта, который даст подробную рекомендацию, основанную на вот этих вот спутниковых снимках. И, ну, я думаю, что это очень важно. И, ну, я думаю, что это очень важно. Ну, конечно, подобного рода системы, они повышают уровень знаний, навыков конкретного сельхозпроизводителя и позволяют использовать полностью потенциал агронома, который есть в данном хозяйстве. Ну, наверное, есть потенциал системы, мы сейчас не успеем обсудить, но мне нравится, я считаю, правильный, той позиции, ту позицию сильного игрока, когда признается ошибка, возможно, либо неэффективность, которая присутствует во внутренних разработках. И есть выбор в пользу российской разработки, возможно, каналу и глобальная цех компаний Сингента может стать тем каналом, который позволит экспортировать российские агротехнологии. Субтитры сделал DimaTorzok